Давайте начнем наш вебинар. Меня зовут Камила Ахмеджанова. Я работаю в московском отделе маркетинга компании «Фанансан». И сегодня вместе с вами мы отправимся к берегам Красного моря. Для начала хочу обратить ваше внимание, что Египет направление в нашей компании круглогодичное. У нас на данный момент достаточно обширная полетная программа по направлению как из Москвы на авиакомпании «Редвинс», так и из ключевых регионов. Так что доступность Египта в данный момент максимально высокая. То есть можно туристов туда отправлять смело и, обращаю ваше внимание, что не только из Москвы. Ну и перед тем, как мы с вами перейдем к особенностям отелей, рассмотрим основные наши отели, хочу немножечко обратить ваше внимание на особенности въезда в страну. Я проговариваю на всякий случай, понимаю, что все мы профессионалы, но тем не менее, чтобы не возникало каких-то вопросов, опасений при бронировании. Первое, на что хочу ваше внимание обратить, Египет отменил, уже некоторое время назад отменил все требования по коронавирусу, которые ранее были. То есть какие-то сертификаты там о вакцинации, ПЦР-тесты и так далее для въезда в страну в данный момент не требуется. Что же требуется для въезда в страну? Прежде всего, паспорт у граждан России, он должен действовать не менее полугода с момента путешествия. На это обязательно обращайте внимание, потому что такой момент важный. Ну, как правило, как бы система бронирования, она не пропускает паспорта с некорректной датой вылета, но тем не менее. И также для въезда в Египет нам необходима виза, которая оформляется по прилету. Въездной штампик, можете его увидеть на слайде, сроком на 30 дней. И для граждан нашей страны стоимость этой визы составляет 25 долларов. Также хочу обратить ваше внимание, что по прилету в аэропорте можно либо заранее эту услугу оформить, либо на месте в аэропорту можно доплатить 2 доллара. И за 27 долларов наши туристы проходят ускоренный визовый контроль. То есть штампик этот им ставится быстрее. То есть, ну, чтобы не стоять лишний раз в очередях, обращайте внимание также на эту услугу и туристам своим о ней рассказывайте. Еще один важный момент. Чтобы въехать в Египет, вот эти вот 25-27 долларов нужно ввозить именно наличными, именно в долларах. Потому что на месте каких-то там банкоматов или там снять, обменять деньги, ну, все это проблематично. Этого всего может быть просто не оказаться или не работать. Поэтому наличные туристы пусть рассчитывают сразу на всю семью и ввозят с собой оплату за эту визу в наличные. Но также важный момент для туристов, которые прилетают у нас в Шарм-эль-Шейх и которые не планируют покидать Синайский полуостров, можно поставить так называемый Синайский штамп. Тогда в таком случае вот эта вот виза, она не ставится. Для того, чтобы бесплатно получить вот этот вот проход на территорию Синайского полуострова и сэкономить вот эти заветные 25 долларов, пожалуйста, миграционная карточка, также вы видите, как выглядит на слайде. Здесь все заполняется легко и на задней стороне карточки пишется заветная фраза «Синай-онли». Все, пограничники видят эту фразу, понимают, что турист не планирует находиться дольше, чем две недели на территории Синайского полуострова, понимают, что куда-то выезжать он с территории Синай не планирует и пропускают турист абсолютно бесплатно. То есть вот в этом случае можно сделать так, немножко сэкономить эти деньги на сувениры. Опять же, бывают иногда вопросы, что турист вначале решил, что вот он только в Шарме хочет находиться, а потом заходил на инфо-встречу с гидом, захотел поехать на пирамиды, например. Никаких проблем нет. В этом случае через гида можно будет визу поставить позже. Но, как вы знаете, это все равно какие-то дополнительные движения. Лучше все-таки советуем всегда такие моменты с туристами обговаривать заранее. Но если вдруг что, такая возможность также у нас имеется. Также хочу ваше внимание обратить на такой важный момент, как экскурсионные программы в Египте. Что по направлению Шарм-эль-Шейх, что в Хургаде у нас есть замечательные экскурсии. Обширный выбор экскурсий мы предлагаем с частью экскурсий. Пожалуйста, можете ознакомиться у нас на сайте. Расскажу про самые основные, да, потому что экскурсий великое множество. Но основа, да, зачем, прежде всего, многие туристы ездят в Египет. Это замечательные экскурсии, которые посвящены истории Египта. Невероятной, насыщенной, глубокой, интереснейшей историей. Да, и, конечно же, самая популярная экскурсия – это Каир плюс пирамиды. На эту экскурсию, конечно же, советую отправляться всем туристам. И хочу также обратить ваше внимание на то, что дорога, которая может показаться достаточно сложной, на самом деле переносится легко. Новое шоссе, новая трасса построена в данный момент в Египте, поэтому что из Шарм-эль-Шейка, что из Хургады ехать до Каира примерно получается одинаково. Ну, в пределах 6-7 часов туристы едут, туристов забирают в ночь. То есть в трансферах будет ожидать там около 2 часов ночи туристы на комфортабельном автобусе. Вот на себе лично проверено. В автобусе, да, будут кондиционеры. Что важно, в автобусе есть туалет. То есть автобус, ну, такой вот полностью комфортно укомплектованный, так скажем, туристы просто-напросто все это время дороги проводят во сне. И в Каир они приезжают уже, соответственно, утром и начинают свое невероятное путешествие по египетской столице. Будет также обязательно техническая остановка, там будет магазин, там также можно будет сходить в туалет, покурить, ну, и так далее, да, вот немножко размяться. Поэтому, на самом деле, переносится эта экскурсия достаточно легко. Еще одна популярнейшая экскурсия, это, конечно же, Луксор. Невероятная насыщенная экскурсия, очень красивая. Многие туристы, кстати, вот кто много раз бывал в Египте, кто посещал различные экскурсии, Луксор ценят даже больше, чем Каир. Говорят, что более исторически, да, информационно вот это вот все, вся эта история насыщена. Обязательно советую съездить, но Луксор советую для туристов, которые все-таки у нас отправляются в регион Хургады, потому что ехать достаточно близко. Там порядка трех часов в пути всего лишь туристы проводят, и как раз-таки оказываются невероятные земли живых, земли мертвых, карнадский храм и многие другие достопримечательности туристы ваши увидят. Поэтому здесь вот Хургада немножечко вот имеет плюс для тех, кто именно хочет такую интересную экскурсию совершить. Ну и, конечно же, что говорить, великое множество экскурсий активных в Египте существует, можно поехать, например, в аквапарк, можно посмотреть там шоу дельфинов и так далее. Очень популярны, конечно же, квадроциклы, вообще такая самая, одна из самых недорогих и популярных экскурсий. С заездом в гости к бедуинам, например, такая экскурсия есть, с катаниями на верблюдах и так далее, чтобы прочувствовать весь этот невероятный восточный колорит. Обязательно наши гиды также эту экскурсию предложат, очень ее советую для молодых и активных. Ну и великое множество экскурсий морских. Конечно же, если мы говорим про Египет, то это прежде всего красота невероятная, Красного моря. И для туристов, которые не любят, может быть, погружение с аквалангами, для тех, кто не любит снорклинг, можно отправиться, например, на желтом батискафе. Можно увидеть такую лодочку у нас тоже на слайде, где существует такой минус первый, так скажем, этаж с панорамными окошками. И лодка непосредственно подплывает к красивым коралловым рифам. Можно рыбок посмотреть, то есть практически не погружаясь в воду. Классная экскурсия, очень вот ее, например, с детьми туристы любят. Для всех остальных, кто хочет погружаться, также у нас есть большое количество экскурсий. Целый день, например, на лодке, с несколькими остановками, с заездом на острова, так называемые египетские Мальдивы. Это, например, Paradise Island Orange и так далее. Там туристы, опять же, есть разные варианты экскурсий. Есть с обедом, где можно прямо на острове пообедать, есть без обеда. Есть острова, на которых есть какая-то инфраструктура наподобие лежачков, там, да, ресторанчик и так далее. Есть острова полностью пустые, такие насыпные, они ночью уходят под воду, например. Но очень интересно туда приехать, позагорать и искупаться в бирюзовой, чистейшей, прекраснейшей воде Красного моря. То есть там действительно вот вода, она не как у берега такая, да, вот более насыщенно темная, а, ну, действительно, да, вот есть что-то, как правильно, в Египте они говорят, от Мальдив. По цене эти экскурсии также максимально доступны. Я не буду вам сейчас озвучивать какие-то стоимости, да, ну, примерные стоимости также можете, программы можете у нас увидеть. Но так как, да, вот немножко меняться, регулироваться может вся эта история в течение года, ну, поверьте, достаточно комфортные цены на экскурсии, особенно морские. И там буквально, там, начиная от 20 долларов на человека, можно для себя что-то уже комфортное подобрать. Ну, перейдем к главному, да, зачем мы едем в Египет, почему мы его так любим, да. Помимо Красного моря, его красоты, это, конечно же, комфортная погода. Даже самые, вот мы сейчас с вами находимся в самый такой холодный период, так скажем, да, январь, февраль, самые холодные месяца для Египта, но, тем не менее, обратите внимание на температуру воздуха, ниже 20 градусов, все равно вот эта температура днем не опускается. Плюс все равно преобладают солнечные дни, мониторю периодически погоду, что в Хургаде, что в Шарме, преимущественно, конечно, солнце на солнце, вот в данный момент порядка 23-25 градусов в обоих регионах. И также обращаю ваше внимание на комфортно прогретое море, то есть даже в самые холодные месяца температура Красного моря не опускается ниже 20 градусов, то есть туристы все равно могут купаться. Также обращаю ваше внимание на то, что у всех уважающих себя отелей в Египте есть такая история, как подогреваемые бассейны, поэтому туристы наши возвращаются загорелые и довольные в течение всего года. Бывают, конечно, зимой иногда истории про то, что вот холодает и так далее, но, как правило, это вот как раз-таки вот самый такой период. В этом году достаточно мягкая зима, было несколько дней период, когда туристам не очень повезло, было прохладно, но, тем не менее, сами прекрасно представляете, что насыщенная экскурсионная программа и особенности от больших отелей все равно не позволят туристам скучать. Всегда в Египте есть чем заняться. Осадки, даже смешно говорить, сами видите, практически отсутствуют в течение всего года. Редко-редко можно зимой встретить здесь дожди. И очень частый популярный вопрос по поводу ветров. В зимний период действительно ветра есть. Ветра действительно бывают, но просто вот бронируя Египет, когда с вами перейдем к уже регионам, надо обращать внимание всегда на бухты. Есть бухты более ветреные, конечно, есть бухты более закрытые от ветра. И ветер, конечно, зимой будет все равно чувствоваться так или иначе везде, но египтяне в этом плане тоже подготовились. То есть на пляже можно взять такие плетеные, скажем так, заслонки от ветра, окружить свой лежак и спокойно загорать. Плюс очень грамотно строятся многие отели, такой вот букв КП, то есть закрывая свою территорию от вот этих вот морских ветров. Так что туристы отдыхают все равно комфортно, классно, но в зимний период вечером все равно советую что-то тепленькое брать. Ну, порядка 15 градусов может опускаться в вечерний период температуры воздуха. И первый регион, который мы с вами рассмотрим, это Хургада. Хургада старейший регион для Египта в плане отдыха. Первый курорт уже несколько десятилетий принимает туристов. И это регион для тех, кто любит такую же развитую туристическую инфраструктуру. Чем Хургада отличается от Шарм-эль-Шейх? Основное отличие это то, что здесь, в отличие от Шарма, активно живут и местные жители. Есть так называемый старый город, например, где можно вот прям понаблюдать непосредственно жизнь коренных жителей Египта, настоящих египтян. И есть современные районы, где находятся уже только отели. Основные курорты и расстояние от аэропорта Хургады вы можете также видеть на слайде. Если турист у нас останавливается непосредственно в самой Хургаде, то время трансфера, оно вообще смешное. То есть там буквально несколько километров, если отель находится ближе к аэропорту, до там 20 минут максимум. Здесь больше зависит от того, сколько отелей будет автобус посещать по дороге, как много будет делать остановок. Но максимум полчаса, и ваш турист уже довольно сидит на ресепшен, уже заселенный, все у него хорошо. И до самых отдаленных от Хургады, от центра Хургады районов, да, далее у нас идет Сахаль-Хаши, замечательный регион, 20 километров, примерно 30 минут пути. Мак-Ади-Бэй около 40 минут пути и самые отдаленные регионы это Сома-Бэй и Сапага. Сюда туристы будут добираться порядка часа, но при этом, при всем, да, регионы эти того стоят. Курортные зоны Хургады основные. Вот как я сказала, да, есть старый город, есть город более молодой, где вот можно как раз-таки посмотреть, как существуют местные жители с вот этим невероятным туристическим миром. Так, коллеги, минутку вижу, кто-то пишет, что слайды не видно, у всех остальных видно слайды? Отпишите, пожалуйста, может быть у нас что-то техническое. Видно. Юлия, видимо, это только у вас. Попробуйте обновить, просто заново зайти в вебинар, скорее всего, исправится техническая, видимо, какая-то неполадка. Если мы говорим про старый город, да, про такую настоящую живую Хургаду, это Эль-Дахар, это район Сакала. Ну, как два таких основных района, мы их выделили, конечно же, на самом деле, районов в Хургаде гораздо больше, ну, так скажем, это уже что-то для местных, да, ну, основные вот регионы можно выделить их. Эль-Дахар, замечательный район, где, кстати, находится очень красивая мечеть Альмина. Ее не так давно снова открыли для посещения туристов, туда можно прийти абсолютно бесплатно, гуляя по городу. Если у туристов вдруг какой-то короткой одежды на входе, можно взять вот эти вот мусульманские, да, вот одеяния, абаю, и зайти внутрь посмотреть. Очень симпатичная, на самом деле, мечеть, очень у туристов популярная. И также очень много здесь достопримечательностей туристического характера, какого плана, вы знаете, где пошопиться, где погулять. Есть замечательный, вот, например, да, вот длинная улица Шаратон, по которой туристы вот могут гулять, вот там практически несколько километров она идет. Здесь же находятся многие старейшие отели Хургады. Для кого вообще центр Хургады рекомендовать? Для туристов, которые любят в отеле не сидеть, любят выходить и любят именно такой активный восточный колорит. Здесь, например, также находится шикарный рыбный рынок. Очень советую сходить, правда, надо проснуться рано, максимум к 6 утра туда надо приходить. Свежайшая рыба, дешевые морепродукты, мидии, креветки, вот крабы, все-все-все, различные виды рыбы здесь можно купить, еще и хорошо поторговавшись за очень-очень смешные деньги, и затем принести это все в отель, где за небольшую плату повара с удовольствием, туристам все это дело приготовят. Либо, кстати, на самом рынке можно попросить, тут же рыбу могут почистить, тут же могут это все сварить, отварить очень вкусно также за небольшую доплату. Но это такая история утренняя, такой прям настоящий шумный рыбный рынок. Туристы, которые у вас, знаете, вот приходят и говорят, мы хотим убежать от суеты, мы хотим в полную тишину, и чтобы вот вокруг ничего не происходило, однозначно они должны отправляться в центр Хургады, потому что будет активно, будет шумно. На выходе из отеля мы обязательно видим активных торговцев, которые будут вот стараться не отпустить туриста и все-таки продать ему вот эту вот арафатку или там статуэтку верблюда и так далее. Здесь же ходят очень шумные такие большие египетские семьи. Семьи тем большие, да, то есть это вот, это покрытые женщины, вокруг них вьется там 5-7 детей, вот они идут, шумят. Кроме того, в Египте есть такая особенность, что Египет это регион, который не спит очень долго. Издавля так сложилось, что так как днем очень жарко, местные жители просыпаются и выходят из своих домов ближе к вечеру. Поэтому для Египта нормальная такая история, что утром туристам, да, в первую половину дня, он где-то до обеда выходит и удивляется пустынным улицам. Одни туристы ходят и какие-то вот, да, магазины работают. Но вечером город не спит очень допоздна. То есть нормальная история, когда вы в 11 вечера, в 12 ночи выйдете прогуляться и тут же видите там семьи с детьми, все гуляют, не торопятся. Для них это на самом деле такой самый разгар вечера. У них это нормально. Пойти к врачу в 10 вечера, например, записаться, пойти гулять в 11 вечера всем своим вот огромным египетским табором. Ну, просто такая особенность направления. Поэтому шумят. Плюс еще есть история с движением. Вот наверняка многие из вас были в Египте, сами замечали, слышали, что дорожное движение регулируется здесь в основном тем, кто громче побибикал, тот, собственно, и на дороге прав. Поэтому гудки машин не смолкают также достаточно долго. Если туристов это смущает, давайте рассмотрим более тихие регионы, куда лучше отправляться. Но для тех, кто вот этот колорит любит, конечно же, здесь находиться будет очень-очень интересно. По поводу кораллов. Еще один важный момент. Как-то традиционно Хургада считается, конечно же, менее насыщенным кораллом, чем Шарм-эль-Шейх. Это действительно так. Если мы берем центральную часть Хургады, то кораллов здесь туристы ваши не увидят. Есть небольшое такое, неплохое зарождение небольшого кораллов. Знаете, в районе Саня-де-Сель-Паласи у отеля. А так берег в основном чистый. Но, с другой стороны, есть плюс. Опять же, для туристов, например, взрослого возраста, для туристов с маленькими детьми. Здесь очень много отелей с достаточно компактными территориями, во-первых. А во-вторых, с очень комфортным заходом в море. То есть такие маленькие бухточки, идеально шикарные песчаные пляжи. С детками здесь будет в этом плане очень комфортно. Поэтому всегда говорю, когда работаете с Египтом, вне зависимости от региона, даже важно выбрать не отель. Отель может быть абсолютно замечательный, но туристы ваши будут не готовы к тому, что вот у них там пляж, например, с коралловой коркой, или с пирсом, который полтора километра, или наоборот, как-то там вот кораллы есть, кораллов нет. Здесь вот нужно ориентироваться все-таки на побережье. Поэтому обязательно смотрите, где лучше туристов размещать. Где кораллов нет совсем в Хургаде, вот точно в центре не будет. Но вот вокруг Саня-де-Иссель-Паласио и вот Азур, там, по-моему, вот отели рядом находятся, там кораллы увидеть можно. Все, если дальше отходим, то побережье будет чистенькое, песчаное. Но, кстати, это не самая большая проблема, потому что экскурсии морские очень распространены. Из ближайшего пирса вас увезут и покажут кораллы просто на лодке. Но тогда надо уже погружаться, снорклить, да, то есть, ну, опять же, кому как более комфортно из туристов. Однозначно погулять советую туристов отправить на замечательный перминат Марина Бэй. Это такая свеженькая часть Хургады. Здесь очень много иностранцев. Здесь красивые стоят различные яхты, лодки. Здесь можно красиво пофотографироваться. Отсюда же, кстати, можно там отправиться, например, на экскурсию. И здесь находится огромное количество ресторанов, магазинов. И, кстати, здесь те самые вот рестораны, где можно купить алкоголь. Да, все-таки не забываем, что Египет у нас страна, где проповедуют ислам. Поэтому во многих даже туристических регионах алкоголь можно не найти. А вот на Марине Бэй он будет точно. Приезжаем, гуляем. Советую лучше отправляться под вечер, потому что на закате Марина Бэй особенно красиво. Вот кто здесь бывал, тот отмечает, что это уже такой нетипичный Египет. Здесь уже меньше приставочих продавцов. Здесь такая более современная публика гуляет. Сюда же молодежь египетская приезжает, например, походить, погулять. Здесь уже что-то такое вот более похоже на более такие современные, так скажем, страны, уже без вот этого вот навязчивого восточного колорита. До Марины Бэй, вот там, если в Фургаде у вас где-то живут туристы, там буквально 10-5 минут на такси, а вот там практически любой точке, город небольшой. Вот если в других курортных зонах, то, соответственно, ну, доехать в любом случае стоит. В Египте такси дешевое. Садимся, торгуемся и едем. Вот как раз-таки вижу, да, вопрос про убежать от суеты. Очень люблю регион Сахаль-Хашиш. Советую для тех, кто хочет убежать от суеты. Замечательный регион, такой уединенный, так скажем, он находится примерно в получасе езды от центральной Хургады и от аэропорта, то есть трансфер непродолжительный. На въезде в этот регион даже существует отдельный охранный пункт, да, для туристов, которые вот особенно переживают за свою безопасность. И в Сахаль-Хашиши располагается огромное количество отелей. Ну, не огромное, хорошо, но много отелей, которые подойдут уже для такого более, кстати, вот даже дорогого отдыха. Да, если приходит турист, который, вы знаете, что готов заплатить побольше, открывайте регион Сахаль-Хашиш, смотрите, здесь отели, наверняка что-то вот найдется. На его вкус, на его кошелек. Но при этом несколько недорогих вариантов в Сахаль-Хашиши тоже есть. В Сахаль-Хашиши еще интересно то, что вот отели, да, стоят друг за другом, и у них при этом такой вот между отелями и непосредственно пляжем проходит небольшой променад. Но променад симпатичный, гулять по нему очень приятно. Все очень, опять же, красиво, все в цветах, да, вот там иллюминация вечером включается. И плюс у этого региона в том, что здесь нет вот этих вот строго огороженных территорий на пляжи отельных, поэтому турист может поплавать на той части пляжа, где ему больше нравится. Конечно, там лежак, зонтик и вот эта вся история, он может пользоваться только около своего отеля, но тем не менее пройтись немножко по пляжной линии и зайти в воду вот в каком-то немножечко другом месте не возбраняется. Сахальхашиш. Как раз-таки тот регион, опять же, где можно уже кораллы посмотреть. Я не скажу, что это какие-то, знаете, самые там вот волшебные кораллы в моей жизни. Все-таки, да, за волшебными кораллами, конечно же, лучше выбирать Шарм-эль-Шейх, но тем не менее рыбки есть, рыбок увидеть можно. Опять же, здесь есть несколько пирсов, вот с которых можно спуститься в воду, да, как минимум морских ежиков посмотреть. Здесь есть места, где есть гладкий песчаный заход, здесь есть места, где есть небольшая коралловая корочка, камушки на входе, поэтому вот очень большой плюс, что туристы могут, ну, немножечко перемещаться, и если вдруг им захотелось посмотреть кораллы, да, немножко отойти, доплыть до этого коралла, посмотреть, никакой проблемы нет, это не возбраняется. Так, да, по поводу Марины Бэй. Это регион, который, да, относится к самой Хургане непосредственно. Если мы поговорим про Эльгу, ну, кстати, вот давайте про нее и поговорим, также на слайде она у нас есть, посмотрите. Эльгуна – это регион, который где-то от центральных Хургады, там, ну, минут 20 занимает до него трансфер, 20-30 минут, и туристы попадают в так называемую Египетскую Венецию. Советую также сюда съездить с экскурсией. Здесь не такое большое количество отелей, можно, конечно же, в Эльгуне тоже подобрать отель, но лучше сюда приехать на экскурсию, не все любят. Здесь такие, вот видите, как бы сказать, закрытые, да, уже такие заливчики. Не всем туристам может такого плана пляж нравиться. Ну, и все-таки это такой более, как сказать, это такой престижный район. Здесь живут как раз-таки местные богачи, здесь снимают виллы, иностранцы в том числе, и здесь просто очень симпатично погулять. Здесь уже тоже такой более современный мир, поэтому на экскурсию или самостоятельно добраться, съездить очень советую. Симпатично, вот жалко, да, что у нас ограниченное количество картинок, на слайд можно добавлять, у Эльгуна, вот посмотрите в гугле, реально очень много красивых ракурсов, такое очень инстаграмное, симпатичное местечко, и что важно, бесплатное для посещения туристов, которые хотят сюда приехать. Также интересный регион Макади-бэй. Вот Макади-бэй очень люблю и всегда советую для туристов, которые хотят, вы знаете, приходят и говорят, мы хотим отель с большой территорией, чтобы было много горок, много бассейнов, чтобы вот гулять по вот этим территориям. Пожалуйста, в Макади таких отелей много, в Макади широченные, шикарные пляжи. Я думаю, что даже вот по картинке можно увидеть. Опять же, бронируя Макади-бэй, это та история, когда обращаем внимание, какой конкретно пляж у конкретного отеля. Потому что здесь есть уже отели как с пирсами, так и с комфортным заходом, так и с коралловой корочкой. Кстати, кораллы в Макади-бэй тоже есть, и посмотреть их здесь можно без каких-либо проблем. Опять же, хороший регион с кораллами в Хургаде, да, то есть вот как-то все считается, что вот в Хургаде их совсем нет. Нет, пожалуйста, Макади, замечательный район, также его очень советую для туристов, которые любят заниматься морскими видами спорта. Конечно же, во всем Египте это распространено, можно это увидеть в любом регионе, всегда можно найти там снорклинг, там виндсорфинг, дайвинг, все вот эти истории вам предложат везде, практически везде. Но в Макади-бэй это как-то прям особенно распространено, сюда прям приезжают и различные там иностранные крутые специалисты, занимаются на зимовке, например, здесь устраивают, сюда делают крутые выезды, там различные спортивные секции. Поэтому для активных молодых туристов в Макаде очень классно подойдет. Регион Сома-бэй. Один из отдаленных регионов Хургады, где-то час мы сюда едем. И Сома-бэй, чем хорош? Большие территории, опять же, отели в основном, хорошие отели с хорошим заходом в море. Любят этот регион, например, вот туристы с детьми сюда очень любят приезжать. Но не отправляйте в Сома-бэй туристов активных, молодых, которые хотят куда-то ездить, которые хотят мотаться, выходить куда-то из отеля. Сома-бэй – это регион, где отели замечательные, огромные находятся, но при этом выйти из отелей некуда абсолютно. То есть если мы говорим про Хургаду, то понятно, что там будет замечательный досуг вне отеля. Если говорим про Сахаль-Хашиш, поменьше, но тем не менее что-то можно найти в Макаде, замечательная, активная турзона. Вот в Сома-бэй тишина, покой. И если даже ваши туристы вдруг решат поехать на экскурсию или, не знаю, поехать куда-то в Хургаду на дискотеку, то отсюда будет добираться проблематично. Представляете, час даже на такси – это все равно примерно час пути. Регион Сакала – это центральная также часть Хургады. Вот давайте посмотрим еще раз на карту. Вот если посмотрите, район Эль-Дахар, он у нас находится в верхней части. Вот как раз-таки Эль-Гуна у нас идет вверх, 20 километров. Дахар и ниже него район Сакала. Это тоже как бы сама Хургада, так скажем. Это новый старый город, они находятся рядом. Туристу, который приезжает, различия эти будут практически, к взгляду, незаметные. Замечательные. Также район, здесь же как раз находится рыбный рынок. Здесь же находятся также прогулочные различные дороги, активная-активная такая жизнь Хургады. Давайте перейдем непосредственно к отелям. Первый отель, про который хочу вам рассказать – Риксис Премиум Моговищ. Очень известный отель, открытый сравнительно недавно, наделавший в свое время шуму своим открытием. И туристами отель этот очень-очень любимый. Не буду долго останавливаться на этом отеле, что говорить. Риксис есть Риксис, имя Риксис говорит само за себя. Но могу смело сказать, один из лучших таких премиум вариантов размещения в Хургаде. Находится в туристическом центре. Туристический центр – это вот район, если мы опять же с вами карту посмотрим, то есть вот видите аэропорт, и вот ниже спускается побережье, у нас там отель, 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 отель. Это регион, где как раз-таки вот один за другим очень плотно идут отели. Есть туристическая инфраструктура в плане того, что из отеля вышли. Можно найти там торговый центр, можно найти сувениры, можно найти вот все необходимое, что вот есть. Но дальше за вот этой вот линией туристических, вот этих всех магазинчиков, ресторанчиков и так далее, да, туристическая инфраструктура, дальше начинается пустыня горы. Вот, то есть это не сама уже Хургада, это вот так называемая туристическая ее часть, туристический центр. И как раз-таки здесь вот Риксис премиум Магавиш находится. Выйти из отеля, тем не менее, есть куда. Замечательный пляж. Здесь кораллов там не найдут туристы максимум, это какие-то морские ежики и так далее. Но, что очень классно, если вот на первую фотку посмотрите, да, вот такая вот, вдалеке на фотографии можно увидеть такую вот бирюзовую, как сказать, такую песчаную насыпь, да, вокруг которой бирюзовая вода. Вот до туда доплыть можно либо самостоятельно, либо можно вот взять в отеле что-то наподобие конои и туда доплыть. Там посмотреть на вот эту бирюзовую водичку и скупаться, очень-очень это красиво. А так пляж подходит для туристов с детьми, здесь такой комфортный будет спокойный отдых. Отель вообще больше подойдет для спокойных туристов. Анимация здесь есть, но она такая, знаете, более такого классического вида, то есть без каких-то сумасшедших там вечеринок и шампанского с утра до ночи. Приезжают сюда все-таки в основном туристы такие, кто посостоятельней, поспокойней и наслаждаются таким размеренным отдыхом. В отеле все необходимое есть. Ультра все включено, питание 24 часа по концепции Rixos Premium, которая в себя включает импортный алкоголь. Вот на слайде можете видеть импортный алкоголь, это пиво, виски, джин, ром, водка, текила, мартини, шампанское и т.д. То есть в этом плане туристы ничем не ограничены. Замечательные а-ля-карт рестораны здесь есть, туристы их также могут по предварительной, записи посещать, даже для этого есть специальное приложение, которое можно скачать и записываться. Даже не надо никуда ходить, либо через терминалы, точнее не приложение, терминал. По-моему, шесть ресторанов, если я не ошибаюсь, в Rixos, Magavishi в данный момент доступны. Замечательные номера, номер, который вы видите на слайде, это начальная категория номеров, номер сьют. Если начальная категория номер выглядит вот так, то представляйте, как там замечательно внутри. Для детей также необходима инфраструктура, здесь присутствует, и детский клуб Rixos здесь работает, и бассейны. Что говорить? Бассейны для детей и для взрослых подогреваются. Бассейны подогреваться в Египте будут до конца апреля, точно. Иногда смотрят на температуру, если вдруг где-то вот что-то меняется, то могут иногда подержать включенными их подольше, либо отключить пораньше. Но, тем не менее, как правило, это конец апреля. Так что в ближайшее время отправляемся смело купаться, загорать в Египте будет комфортно. Заход в море, да, пологие с берега. Хороший такой, вот говорю, вот даже вот с детишками сюда любят приезжать, поэтому. Так, Коралл, вы знаете, по поводу алкоголя, я не знаю, что он анонсировал Коралл, вот нам пока подобную информацию не сообщали, вот по нашей информации, именно импортного производства, когда последний раз в этом отеле я была, в сентябре, если не ошибаюсь, именно импортный алкоголь они наливали. Если какие-то изменения будут, мы уточним, спасибо вам большое за комментарий. Так что все, давайте не будем дальше на Рикс останавливаться, что тут говорить? Все здорово, все замечательно, туристы довольны и приезжают. Сентида Мамлюк, один из моих любимых отелей, вот честно вам скажу, один из моих любимчиков в Хургаде, всегда смело сюда отправляю своих друзей, коллег, родственников, сама здесь отдыхала. На самом деле, если говорим про Сентида Мамлюк, чем он хороший, это на самом деле даже не один отель, а вот их два, и второй Санрайс Гарден Бич Резорт. Два отеля находятся рядом друг с другом, то есть один по правую руку, другой по левую руку, абсолютно они рядышком, и у отелей общая инфраструктура. То есть приезжая в Сентида Мамлюк, смело ходим в Санрайс Гарден и наоборот. У отелей общий пляж, он их объединяет. Пляж замечательный, пологий, идеальный заход в море, песочек. Как видите, бухта такая достаточно закрытая с двух сторон, поэтому зимой комфортно, потому что и водичка немножко у берега больше прогревается, и ветра не так будут на пляже ощутимы. Также у отеля есть пирс, и спустившись с пирса, можно поплавать с маской, можно, ну, не скажу, что опять же какой-то активный коралл, немножко можно увидеть рыбку. Немножко рыбки, немножечко вот этой вот коралловой всей истории, ежи морские лежат вот около пирса также активно. В принципе, можно что-то посмотреть, и отсюда же с пирса, кстати, туристов могут забирать на морские экскурсии. Это все дело здесь также активно предлагается. Часто спрашивают, в чем же разница между Сентида Мамлюк и Санрайз Гарден Бич. Вот даже по фотографиям, думаю, сейчас увидите, Сентида Мамлюк, он такой более классический, он такой для более, вот его рекомендуют для романтического отдыха, для отдыха компаниями, например, для туристов, которые вот едут отдохнуть от суеты, так скажем, такая более комфортная, спокойная глазу территория. Если смотрим на Санрайз Гарден Бич, то вот посмотрите, даже здания здесь такие более веселенькие, разноцветные, номера у них тоже более яркие, здесь находится аквапарк, аквапарк сравнительно недавно, буквально вот несколько лет назад построил отель, то есть он такой еще, скажем так, незаезженный, неплохой аквапарк для детей и для взрослых, маленькие, несколько горочек для малышей тоже есть. И по дороге к пляжу у берега Моррис, именно на территории Санрайз Гарден Бич находится большой детский клуб. Поэтому Санрайз Гарден Бич такая абсолютно более семейная история, сюда точно едем с детьми. А вот отдыхать за романтичным тихим вечером приходим на территорию Сантида Мамлюк, например. Анимация у отелей также общая, проводится она в разных местах по отелям, несколько общих алихарт-ресторанов. Замечательное питание у отелей до 12 ночи, по концепции все включено, отели работают. Здесь, конечно же, никакого импортного алкоголя нет, но хороший местный алкоголь, то есть у нас вот сколько раз не ездили сюда, никто ни разу там не травился, голова не болела, вот в этом плане тоже хорошо. По поводу номеров, в таком традиционном египетском стиле они сделаны, что вот в Сантида, что в Санрайзе. Такой египетский стиль, не скажу, опять же, что номера вот только вот вчера там закончился ремонт, но при этом, опять же, все чистенько, аккуратно, все необходимое есть. Зимой тепло, подогремываемые бассейны также в обоих отелях есть. Интернет работает по территории, в общественных местах. В номерах как повезет, то есть если номера где-то находятся в более отдаленной части отеля, может ловить, может ловить, может не ловить, как повезет. Вот у меня корпус был, например, ближе к ресепшену, у меня интернет в номере работал хорошо. По отзывам интернет, да, вот, но в общественных зонах работает хорошо, в лобби, в ресторанах и так далее будет сигнал хороший. Аквапарк даст совместное посещение без ограничений, эти отели друг к другу ходят, плавают, купаются и только на ночь расходятся уже по своим номерам. Есть еще, на самом деле, третий отель, он находится вот со стороны Сент-Ида Мамлюк, это Sunrise Crystal Bay. Старший брат, так скажем, этих двух отелей, потому что он подороже. То есть здесь уже концепция санрайзовская, известная Grand Select. Сюда вот можно также отправлять туристов, которые хотят такого больше люкс отдыха по цене также. Вот, да, если вот прошлые два отеля, они немножечко разнятся по цене, как правило, Сент-Ида Мамлюк подороже, но там буквально, знаете, в пределах, ну, 5000 может быть, да, разница может быть, иногда, кстати, в обратную сторону эта разница есть, на качестве отеля это ни в коем случае не отличается, просто, да, по загрузке зависит от этого. А Sunrise Crystal Bay – это уже история подороже. Sunrise Crystal Bay пользуется территориями Сент-Ида Мамлюк, Sunrise Garden Beach, но те два отеля к нему на территорию не ходят. То есть, в принципе, приезжая сюда, ваши туристы получают пользование целых три отеля. Здесь уже поинтереснее питание, то есть здесь у нас уже концепция Grand Select, здесь уже будет поинтереснее с алкоголем, то есть уже такой премиум хороший прям алкоголь здесь можно найти. Здесь очень интересная история с пляжем, как видите, тоже такая закрытая бухта, зимой очень классно, ветер не так сильно ощущается. Бухта закрытая, очень идеально плавный заход. Ну, туристы, которые, может быть, такое побережье не любят, любят, чтобы было немножечко все-таки пляж пошире, повеселее, без проблем, идут просто на территорию, на вот этот вот, смотрите, еще раз, замечательный широченный пляж Сент-Ида Мамлюка и Sunrise Garden. Здесь места также всем хватит. Здесь более современные номера, можете посмотреть на фотографии, вот, да, номер категории стандартный, то есть здесь уже такое все свеженькое, при этом есть много различных категорий номеров, здесь уже более интересных, да, то есть если в прошлых отелях мы в основном говорим про номера категории стандарт, категории family, то здесь уже, например, есть номер, например, джакузи на балконе и так далее, то есть уже для полюбителей чего-то необычного здесь можно найти какие-то нестандартные, такие более интересные номера, бассейны с подогревом, разумеется, здесь работают, также хочется обратить внимание на такой вот, знаете, высокий уровень сервиса. Интернет, кстати, сигнал тоже, на мой взгляд, работал гораздо лучше, и на пляже даже вот можно было интернет, например, здесь словить. Аквапарк, да, с подогревом, вижу вопрос. Еще один прекрасный представитель Сити Санрайз, Санрайз Ройл Макади Аквапарк. Этот отель находится у нас в бухте Макади Бэй. Кстати, вот про прошлые три отеля не сказала, да, опять же, туристический центр, они у нас находятся, то есть выйти из отеля есть что-то, да, минимальное как-то там, что-то купить, какие-то сувениры, магазины, рестораны и так далее здесь будет. Чем еще хороши вот эти три Санрайза? В пешей доступности находится Сензо Мол. Сензо Мол – это один из крупнейших молов Хургат, и находится он как раз-таки в регионе турцентра, и туда стоит приходить туристам, которые любят, знаете, шопинг спокойный, без вот этого вот восточного купи, торговаться и все прочее, прочее, прочее. То есть здесь есть уже магазины каких-то известных нам марок, местных марок, но при этом по такому, знаете, фиксированному ценнику. И огромный продуктовый. Опять же, для тех, кто не хочет вот бороться вот за вот эти финики, там торговаться с местными, пожалуйста, по ценнику можно купить здесь различные египетские местные продукты. Я просто, да, вижу вот комментарии, минут 20 по не совсем равнине, я ходила тоже пешком просто до вот этого Сензо Мола лично прогуляться. Вечером было вполне комфортно, по жаре, конечно, не посоветую идти. Да, дорога, вы знаете, такая она, ну, не пустыня, а такая вот, такой песочек, присыпанный вот камушками, насколько помню. Обратно, да, можно, правильный комментарий от Натальи, такси за копейки. Но, тем не менее, для тех, кто у нас активный турист, пешей доступности все-таки этот замечательный торговый центр есть. Кстати, недавно в Хургаде открыли еще один торговый центр, но это в самой Хургаде, это вот от турцентра до Хургады надо доехать, правда, ехать тоже совсем недолго, открыли даже каток, представляете, кинотеатр, каток, поэтому если вдруг туристы ваши приедут зимой, им не повезет с погодой, вот смогут они на коньках покататься. Правда, каток стоит, к сожалению, пустым, потому что местные не очень понимают, что с этим совсем делать, что такое лед, как на нем кататься, но туристы приходят, и также есть кинотеатр, в котором показывают, в том числе и фильмы на английском языке. Вот такая вот особенность в Хургаде, для них это фактически чудо, потому что регион такой более классический, они тут очень долго светофору удивлялись, который у них в Хургаде был долгое время единственный, для них это было какое-то просто невероятное чудо, а теперь постепенно, то есть современность в Египет уже приходит. В этом плане Египет за вот время нашего там отсутствия поменялся, правда, становится таким более современным. Итак, перейдем к Санрайс Роял Макади, да, этот отель у нас уже находится в замечательной бухте Макади Бэй, как раз-таки замечательный вариант для тех, кто хочет большую территорию и кучу-кучу развлечений. Семейным туристам, молодым туристам, активным туристам, туристам с детьми вообще смело рекомендую, замечательный отель, туристам, для которых важны водные виды спорта. Тоже сюда едем однозначно. Заход в море с берега, но неподалеку здесь есть и кораллы, все это можно здесь также посмотреть. Широченный пляж, шикарный, первая береговая линия. Коллеги, слышно меня? Так, у кого-то слышно, у кого-то не слышно. Так, вернулось, слышите? Коллеги, если, да, бывают с картинкой, там, со звуком проблемы, просто вот нажимаете кнопочку «Обновить», заходите заново. К сожалению, вот у нас, да, немножко несовершенная система в этом плане. Так, если что, да, пишите. И замечательный аквапарк. Так, чуть подальше микрофон. Сейчас постараюсь настроить. Секундочку, да, микрофон у нас очень чувствительный. Замечательный аквапарк. Здесь есть прямо на территории отеля. И туристам маленьким, и туристам постарше будет однозначно интересно. И опять же, такой аквапарк, ну, так скажем, свеженький, незаезженный, нераздирающий в клочья купальник. Вот мы здесь тоже просто останавливались в этом отеле, на себе проверено, прям понравилось. Опять же, вся история с подогревом, все это здесь присутствует. Туристам будет комфортно, хорошо купаться. Номера. Номера, опять же, в таком, я называю это классический египетский стиль. Вот как раз-таки можете здесь увидеть на слайде, что это из себя представляет. То есть это, опять же, не отель с какими-то суперсовременными номерами, но все аккуратненько, все чисто. То есть, знаете, вот эти вот все истории, что какие-то вот жучки, паучки, плесень, что-то еще, здесь вот исключено. Плюс у Санрайзов вообще очень сильный менеджмент. Если вдруг там туристу что-то не нравится, стараются всегда пойти на встречу, все очень быстро меняют. И вот очень стараются здесь за туристами, правда, ухаживать. Также хочу отметить в Санрайз Роял Макади замечательное питание. Действительно, практически похоже на оригинал, стараются. И вообще, по аля картам здесь всегда по питанию, и в основном ресторане в том числе, отзывы были замечательные. Детское питание, хорошее питание для взрослых. У нас вот всегда только замечательные отзывы. Вход с берега, да, есть песчаный, есть с пирса. Здесь у них есть пирсик, с которого также можно спуститься и зайти непосредственно в водичку. Пляж широкий у отеля, поэтому коралловая курочка, тоже на ней можно наткнуться, но при этом песчаные заходы тоже есть. Поэтому, говорю, обожают этот отель вообще все категории туристов. Все, кому что нравится, не нравится, здесь все для себя находят вот то самое, что нужно. Wi-Fi в общественных местах также работает хорошо. По территории, вот в номерах и так далее, как повезет уже. В зависимости от того, где корпус расположен, территория отеля очень большая. По территории, кстати, вот для тех, кому лень передвигаться, курсируют вот эти вот небольшие машинки, гольфкары. Также, опять же, каких-то проблем не будет. Перейдем, наверное, далее к следующему отелю. Не хочу у вас просто, знаете, переходить уже в какую-то информацию, которая так есть там во всех каталогах, во всех общих доступах, по поводу, не знаю, количества номеров там и так далее. Хочется вот именно вам про впечатление рассказывать. Все остальное, кстати, коллеги, мы вот сейчас находимся в процессе вот актуализации информации на нашем сайте по отелям. Поэтому, если какие-то вопросы будут, там что-то вот непонятно, что-то еще, прям читайте. У нас сейчас очень хорошо обновляются карточки свежие. Свежую информацию мы собрали вот как раз-таки со всех основных вот отелей. Все это сейчас на сайте есть, поэтому, если вот какой-то малейший нюанс, вопрос, мы стараемся сейчас это подробно прописывать. Вот. Поэтому пока что больше по впечатлениям. Еще один мой любимчик для семейного отдыха – это Альбатрос White Beach Resort. Опять же, туристический центр. Опять же, небольшая инфраструктура на выходе из отеля присутствует. Почему рекомендую этот отель? Лично в нем, правда, не проживала, но неоднократно его видела во время поездок. Когда вы туда заходите, вы как будто попадаете в какой-то детский рай. Если посмотрите на первую фотографию, вот видите, вот эти вот несколько бассейнов – это все детская зона. Какие-то горочки, какие-то вот эти вот бочки с водой переливаются, наполняются, брызгаются. Какие-то вот игрушечные вот животные, анимация тут же активная проходит, детские песни. Все прыгают счастливы, дети просто обожают этот отель. Невероятно классный для детского отдыха. То есть здесь вот как раз-таки та история, когда отдал ребенка вот в мини-клуб и все, вот просто забыл о нем, отдыхаешь спокойно. Здесь шикарная команда вот именно таких детских сильных аниматоров. Для взрослых анимация, разумеется, также присутствует. Но вот здесь вот прям особый фокус на детях, очень классно. Но ни в коем случае сюда не отправляем туристов, которые хотят вот в тишину, без детского смеха, без детских криков и прочих восторгов. Потому что, ну, здесь вот действительно детский такой шум, он не смолкает с утра до позднего вечера. В основном все-таки вот семейных туристов сюда всегда рекомендую, именно с детьми. У отеля с питанием все замечательно, все включено до 12 ночи. Опять же, если говорим, вот мы до этого говорили с вами о санрайзах, мы сейчас перешли к цепочке Альбатрос. В Альбатросах, опять же, не будет какого-то VIP-алкоголя, но при этом местные марки, которые хорошие, качественные. То есть если это там пиво, то оно свежее, если это вино, то оно тоже достаточно качественное. То есть вот если бронируют у вас туристы там эти сети отелей, то можно там не морочиться, не покупать там где-то алкоголь с собой в дьюти-фри и не тащить. Так, у кого исчезает презентация, пожалуйста, обновляйте просто, должно все появиться. Кстати, по вопросу алкоголя. Важный момент. Многие туристы приезжают, вот не закупаются заранее, а потом понимают, что где-то вот они оказались, им местный алкоголь, например, не нравится. А в течение, раньше было трое суток, сейчас сократили, до двух суток этот период, в течение вот этого времени туристы могут взять такси и доехать до магазинов дьюти-фри, которые располагаются в самих непосредственно, вот, да, что в Хургаде, что в Шарме есть. Берут с собой туристы обязательно паспорт, берут с собой там ваучер, ну, штампик на въезд, да, нужно просто подтвердить, что въехали не позднее двое суток. И туристы там могут купить импортный алкоголь по ценам, которые будут, правда, дорогие. То есть даже дороже, чем в дьюти-фри, там будет ценник ОГОГО, например, да, плюс там сверху есть еще там дополнительное что-то типа вот налог или вот как это называется, да, еще вот сверху сумма оплачивается. Но если вдруг вот у кого-то горит душа, в течение двух суток, пожалуйста, такая возможность купить алкоголь в Египте есть. То есть потом, после двух суток, алкоголь туристы в магазинах нигде не купят. Только если ехать куда-то там вот на ту же самую Марину Бэй и там уже где-то в ресторанах. Вот не менее 13 долларов, да, да, я вот тоже про вот эту вот сумму слышала. То есть раньше было проще, сейчас они вот немножко подкрутили гайки, они вот и время сократили и начали еще и налог вот и так дорогому алкоголю, который там дороже, да, вот еще добавлять сверху. По поводу ветренности, кстати, замечательный вопрос, если говорим про линию туристического центра, это такая открытая к морю территория, здесь ветер будет чувствоваться. Ну, опять же, как вам сказать, ветер зимой в Египте будет чувствоваться везде, так или иначе. Здесь, опять же, турцентр, смотрите, как располагаются отели. Обращайте внимание на то, чтобы корпуса, вот они стояли, как бы закрывали немножечко берег моря, немножко как бы буквы «П», например, стояли, в таком случае ветер будет не так ощутим. И, опять же, повторяюсь, на пляжах везде вот эти вот плетеные заграждения, все это можно взять. До скольки планируется вебинар? Я думаю, еще минут 30-40 и уложимся. Итак, Альбатрос, Вайт Бич. Однозначно детям замечательный пляж. Опять же, вход в море есть из берега, из пирса, плюс можно рыбок посмотреть. Вот даже можете увидеть на фотографии, где пляж, стоит много-много лодочек вокруг вот этого пляжа. Приезжают, потому что, опять же, здесь вот посмотреть на рыбок, и отсюда можно и на какую-то экскурсию отправиться. Это район туристического центра. Wi-Fi по территории отеля работает. Вот лучше всего работает, конечно же, в зоне лодьби, в зоне основного ресторана. По номерам вот как повезет. Мы, когда во время инспекции отходили ближе к пляжу, сигнал, конечно, пропадал. Но, тем не менее, вот стараются они с этим бороться, налаживать интернет год за годом, отрадно наблюдать, как становится в этом плане лучше. Альбатрос, да, на Beach Resort. Мега популярный отель у всего постсоветского пространства. Здесь в основном отдыхают русскоговорящие туристы. Очень много гостей из Казахстана, очень много гостей из России. Наши туристы тоже этот отель очень любят. Но немножко про него вам расскажу. Отель с, опять же, большой территорией. По территории курсируют машинки, множество корпусов. Что еще из интересного, на первой фотографии можете увидеть речку. Есть небольшая речка, на которой можно даже на лодочке покататься, которая по отелю проходит. Она небольшая, то есть она идет не через всю территорию, она только вот у зоны, которая ближе к морю. Частый вопрос по поводу запаха. Я была в период нелетний, запаха не было. То есть немножко вот был ветер, была не такая сильная жара. Летом, может быть, может доноситься от этой речки запах небольшой, но ее чистят постоянно. То есть там постоянно стоит мальчик, который вылавливает оттуда водоросли. Ну вот просто лично не была, там в жаркий период, надо обязательно съездить, посмотреть, понюхать. Не могу вам обещать. Альбатрос, Тана Бич. Любят семейные туристы. Для детей здесь, правда, все необходимое также имеется. Небольшой там аквапарк, горочки, анимация. Для взрослых анимация также достаточно активная. Но у отеля, правда, большая территория. У отеля огромный пляж. Кому-то плюс, кому-то минус. Вот посмотрите на фотографию пляжа, и вот посмотрите, где у отеля идет пирс. Вот если турист ваш решил расположиться там, то, например, до пляжного бара ему минут 20 идти точно в одну сторону. То есть представляете, что бар на пляже находится вот в другом конце. И история, которая может понравиться не всем. Отель очень, правда, такой. Ну здесь чувствуется, что туристов отдыхает много. Кроме всего прочего, отель не очень молод. Это чувствуется в номерах, это чувствуется по территории. И отель начал постепенно обновлять, обновлять начал постепенно отель номера, но пока что у них нету какой-то, вот знаете, разбивки там по категориям, что вот новый отель, ой, отель, новый номер достанется туристам или старый. Сами номера могут быть немножко подуставшие. Питание, опять же, из альбатросов всех, которые видел, не скажу, что какое-то вот мега сильное. Я этот отель все-таки советую продавать не как пять звезд, я его советую продавать как хорошую крепкую четверку. Но на пятерочку, вот на мое ощущение, на мой опыт, здесь все-таки немножечко не дотягивает. Я просто люблю, ну, всегда честно говорить, чтобы вы не продавали альбатрос, да, на бич, как вот какой-то вот отель там повышенной комфортности. Как хорошая четверка для семейных туристов будет прикольно. Кстати, пляж у них интересный. Здесь такая лагуна. Если заходим в лагуну, то песочек. Классно. Во время отливов становится более мелко здесь. Ну, у нас как Хургада, она же из-за того, что нет такого обилия кораллов, нет такой обилии коралловой корки, не так сильно будет туристам заметно, что там отлив, прилив, потому что просто-напросто становится чуть мельче, и там, да, немножечко уходит вода. Только-только в каких-то редких вот регионах, где есть коралловая корка, можно это увидеть, в каких-то местах в Макаде, например. Но вот, например, если берем туристический центр, проблемы не будет. И вот в этой теплой мелкой лагунке очень классно купаются дети. Взрослым спускаться с пирса советую. Здесь есть двух сторон пирсы. Там можно покупаться, там можно и с маской поплавать, и там уже начинается такое вот открытое хорошее море, хорошее пространство. Также с интернетом в этом отеле есть нюанс. Ловит он только в лобби. И вот прямо вот надо вот прямо вот в лобби, в лобби-баре, где-то вот находиться рядом вот с непосредственно, так скажем, вот, да, центром управления всей этой истории. По территории, к сожалению, сигнала нет. В номерах также у меня лично вот не ловил. У коллег моих тоже. На пляже также вот. То есть здесь, чтобы завайфаиться, написать домой маме привет, лучше идти к главному корпусу. Хургада Лонг-Бич. Еще один очень интересный отель для туристов, которые обожают огромные территории. Но с этим отелем надо быть немножко осторожным в плане того, что есть, например, здесь корпуса, которые настолько... То есть, представляете, территория настолько огромная, что если вашему туристу не очень повезет, его заселят куда-то в дальний корпус, то до моря он будет идти, ну, минут 40 он может идти смело, минут 30 точно. У отеля огроменная территория. На самом деле прикольная территория. Тут много воды, много бассейнов. Вот один бассейн переходит в другой, да, вот какие-то мостики, пальмы. Не чувствуется здесь, вот нет вот этого ощущения толпы, потому что все вот очень как-то грамотно расходятся по этой территории. Можно вот всю неделю ходить и отдыхать, загорать в новой локации и ни разу не повториться. Прикольно. Но вот нюансы по поводу корпуса. Поэтому здесь советуем туристам, когда заезжают на месте, сразу вот проверять, какой корпус, чтобы их не отселили сильно далеко. Отель о своей особенности знает. Если есть возможность, то, конечно же, стараются туристов селить там поближе к основной территории. В остальном, четырехзвездочный отель очень приятный по соотношению цена-качество. Здесь самое интересное, что у этого отеля есть, помимо огромной территории, огромный пляж. Если не ошибаюсь, почти полтора километра этот пляж, и он абсолютно замечательный. Можно уйти в какое-то такое тихое место этого пляжа, где вас будет практически не видно, не слышно, все это дело оборудовано. Здесь можно почувствовать приливы и отливы, потому что пляж такой, вот он очень долгий, он песчаный, во время отлива можно достаточно долго идти, например, до глубины. Но, как правило, наоборот, туристов это забавляет, потому что появляется таких вот много песчаных насыпей, где можно, ну, классно вот тоже, да, вот посидеть, пофоткаться, позагорать, поплавать вот в такой своей личной лагунке, так скажем. И иногда почему-то думают, что этот отель не на первой береговой линии, он на первой береговой линии, просто вот у него такая огромная территория. По территории машинки ходят. Wi-Fi в общественных местах по территории работают. У корпусов, которые, опять же, ближе ко всей основной инфраструктуре, также в номерах поймать можно Wi-Fi. Но лучше всего, конечно, сигнал будет в лобби. Но, в принципе, отель как бы особо и не заявляет каких-то таких VIP-услуг, то есть это такая четверка. Кто едет сюда по категориям туристов, едут вообще кто угодно. Каких-то, вот не скажу, что кому-то рекомендовать, кому-то нет. Достаточно активная здесь есть анимация, такая, знаете, стандартная для детей, для взрослых. То есть, например, вечернее шоу, вот что-то наподобие. Периодически, да, это проводится. Но, опять же, Египет все-таки у нас не Турция, да, в плане вот красоты, анимации. Не очень много отелей здесь могут побороться за первое место. Вот в Лонг-Бич анимация так или иначе присутствует. Вот здесь больше анимация идет, знаете, с таким спортивным уклоном. Территория огромная, везде постоянно кто-то играет то в волейбол, то в ватерполы и так далее. Питание все включено до 12 ночи. Алкоголь также местного производства. И бассейны с подогревом, все необходимое для отдыха есть. Номера комфортные достаточно, опять же, не какие-то суперсвежие. Отель периодически делает косметические ремонты, но при этом он не молод. Раньше Лонг-Бич был, он был как Хилтон, Хургада Лонг-Бич. Сейчас он из-под цепочки Хилтон вышел. Но, тем не менее, в принципе, в качестве особо он при этом не утратил. Кстати, опять же, обратите внимание, регион Сахаль-Хашиш, но это тот Сахаль-Хашиш, где не самые активные, не насыщенные отели, то есть он стоит немножечко вдалеке от всех. Поэтому активные турзоны рядом с этим отелем ждать не стоит. Отсюда лучше все-таки куда-то там, если захочется туристам погулять, что-то купить. Отсюда едем однозначно в Хургаду, благо, что не сильно далеко. Вообще у Сахаль-Хашиша, когда посмотрите, может быть, как-нибудь, например, на карту этого региона, очень интересная история. То есть есть такой премиум регион, где самое большое количество сконцентрировано. То есть там как раз-таки можно найти какие-то дорогие отели, для романтичного отдыха, что-то такое интересное подобрать. Есть несколько отелей, например, Лонг-Бич, Цитадель Азур, например, которые располагаются в некотором отдалении. То есть они в такой абсолютной тишине. Но при этом при всем все равно замечательный пляж, который такой стандартный Сахаль-Хашиш с таким идеальным мягким песочком. Кстати, Коралл-Бич находится рядом, вот недалеко от Хургада-Лонг-Бич. Не пугайтесь, они не прямо соседствуют, но неподалеку. По этому отелю, кстати, есть иногда запросы. Отель не советую по качеству предоставляемых услуг никому, кроме тех, кто любит загорать и плавать голышом. Отель с концепцией для нудистов. Если вдруг у кого-то есть туристы, которым это интересно, вот, пожалуйста, можете предлагать. Тоже находится в регионе Сахаль-Хашиш. Так, буквально пару слов. Я уверена, что вы нашу концепцию Family все прекрасно знаете, что это такое. Но в Египте у нас также отели этой категории присутствуют. Кратко, чтобы не заговариваться, да, расскажу вам про основные фишки. Обращаю ваше внимание, у нас в архиве вебинаров про каждый из отелей нашей концепции вы можете найти подробнейший вебинар. Мои коллеги из соответствующего отдела, они прямо проводят подробные, вот, вебинары, где что находится, какие услуги предоставляются и так далее. Я скажу вкратце о самом важном. Вот мы с вами уже ряд отелей рассмотрели, да, на что мы обратили внимание. Что вот алкоголь везде как-то вот до 11, там, до 12 ночи, например, да, что Wi-Fi на территории где-то вот ловят не очень хорошо, где-то вообще только в лобби нормальный сигнал можно поймать. А где-то вот для детей может быть концепция не такая активная. Вот мои любимые фишки в Fonsun Family, это премиум алкоголь местного производства, он местного производства, мы премиум, да, 24 часа предоставляются. Для туристов это часто бывает важно. Кроме того, Wi-Fi на всей территории отеля и в номерах, то есть мы это гарантируем, и помимо всего прочего, если отель у вас, например, находится, ну, допустим, не на первой береговой линии или вот как-то там далеко пляж, то на пляже всегда будет вот зона, где наши туристы располагаются, и там будет только для наших туристов Wi-Fi, даже на пляже. То есть вот логин, пароль выдается под большим секретом только нашим туристам, а туристы в соседних отелях сидят и загорают без Wi-Fi. Кроме того, замечательные условия для детей, это наш любимый тукан, танцы с туканом. Мы танцуем и в Египте, не только в Турции. Это Baby Lounge, это уголок мамы, где можно найти микроволновку, стерилизаторы, там подогреватели, бутылочек, блендер, чайник, даже стиральную машинку и бесплатные капсулки для стирок. Все вот это вот мы выдаем. Халаты в номерах, тапочки, собственная косметика, набор для подотправления чая, кофе, детский инвентарь по запросу, даже коляски предоставляем. Это редкость. Коляски, ванночки, горшок, кроватки и прочее, прочее, прочее. Замечательные а-ля карт, рестораны, анимация для взрослых, релакс-зона, чиллаут 18+, где можно отдохнуть от детей, и пенные пляжные вечеринки, например, и так далее. Вот такая у нас классная концепция. Подробнее на слайде, вот я вам говорю, смотрите. Шарма у нас несколько отелей будет дальше. Чуть-чуть терпения. Отель для нудистов Коралл. Коралл Бэй или Коралл Бич. Коралл Бич, по-моему. Вот в регионе Сахаль-Хашиш, увидите его, прям не ошибетесь. Детский клуб Тукан. Что и говорить, не буду долго. Останавливаться на этом слайде просто 7 дней в неделю. Для всех наших туристов работает. И про отель, который хочу вам рассказать. Пансан Фэмили Аквабиста. Замечательный четырехзвездочный отель, который соблюдает всю нашу концепцию. Во-первых, обращаю ваше внимание на пляж. Он очень комфортный. Видите, опять же, такая бухточка, которая закрыта с двух сторон от ветров. Но самое интересное в этом отеле то, что гости отеля могут пользоваться частично инфраструктурой отелей Альбатрос Акваблю и Альбатрос Аквапарк, которые находятся рядышком. Сейчас я вам все покажу. Отель находится на второй береговой линии, но ходит на пляж или ездит на пляж на первую береговую линию. Примерно 700 метров от отеля этот пляж располагается. Это либо шаттл для пляжа, который ездит у нас каждые 30 минут, либо можно пешком минут за 15 дойти. У нас, опять же, повторюсь, на пляже есть в снэк-баре Wi-Fi даже. То есть там вот есть отдельная зона, где располагаются только наши туристы. И для наших туристов на пляже есть снэк-бар и бар. То есть голодными, холодными мы ни в коем случае без Wi-Fi не оставим. Я вот вам хочу на карте немножечко показать. Вот смотрите, то есть три отеля здесь на самом деле находятся. И вот наш отель – это как раз-таки пронумерованные корпуса от 1 до 10. И здесь располагаются наши туристы. То есть три лобби отеля. Опять же, B1, B2, B3 можете видеть на карте. И здесь же вся инфраструктура. Вот этой инфраструктурой наши туристы пользуются. То есть они могут ходить в любой бассейн. Здесь шикарный аквапарк. Здесь же находится наш клуб «Тукан». И смотрите, какая ситуация. То есть, например, наши туристы пользуются вот этой инфраструктурой, ходят там на горки, ходят в бассейны и так далее. Но туристы этих двух других отелей, они не пойдут в наш ресторан. Они не могут пользоваться нашим «Тукан-клубом». И различными фишками, которые доступны нашим туристам, они тоже не пользуются. И Wi-Fi на пляже мы им тоже не даем. Это только для туристов нашего фан-энсан-фэмилии акваписта. И на первой береговой линии Beach Albatros Resort. Если туристы идут пешком, то есть видите, от помеченных цифрами корпусов, есть переход через дорогу комфортный, то есть с регулируемым, так скажем, движением, где не будут, как сумасшедшие, носиться вот эти вот машины, автобусы. Либо, повторюсь, на шаттле от ресепшена стартуем и буквально за несколько минут доезжаем до первой береговой линии. Вот через Beach Albatros наши туристы проходят и оказываются непосредственно на пляже, где у них своя территория есть. Повторюсь, снэк-бар, бар и Wi-Fi там будет работать. Немножко вот просто, да, фотографии, как он выглядит. Вот видите, как раз-таки горки для взрослых, для детей, наш тукан-клуб. Вот этим всем наши туристы пользуются. Но какая, опять же, система, да, туристы этих трех отелей на одной территории, они ходят друг к другу в гости, бассейны, вот, ну, кроме там, да, повторюсь, наших чистых фишек, вот они пользуются всем чем угодно, кроме ресторанов, кушает каждый отель у себя. Но для наших туристов это, наоборот, плюс, потому что питание у нас самое лучшее по концепции. Кстати, вот у нас есть такая история, как блюдо славянской кухни. Специально приезжают каждый год наши повара, обучают местных, когда запускалась концепция в Египте. То есть реально приезжал повар, на наших глазах это все происходило, учил готовить борщ, щи, гречку там и вот все прочее. Поэтому классно иногда же в Египте есть такая история, что ребенок не ест вот это все, там все равно вот специи, да, такая немножко у них своеобразная еда. В наших отелях блюдо славянской кухни можно найти везде и не мучиться из-за того, что как-то поменялось питание. Для спортивных туристов тоже, кстати, вот рекомендуем эту историю. Вот даже видите, около пирса люди с масочками плавают. Вот можно также на рыбок немножечко посмотреть. Хорошая анимация здесь для взрослых, для детишек, хорошая территория. С подогревом всякие бассейны тоже имеются, разумеется. Вот как раз-таки фотографии, это живые фотографии, вот прям с наших анимационных различных мероприятий. И номера. Вообще, чем мы очень гордимся, когда запускается концепция, мы прям целиком обновляем номера, выгребаем весь хлам и делаем по-своему. Вот здесь также посмотрите, какие комфортные, чистенькие, свеженькие номера. Здесь будут халаты, тапочки, набор для приготовления чая, кофе, вай-фай, повторюсь, в номерах у нас работает. И номера категории стандарт, достаточно большие, да, 41 квадратный метр. И фэмили номера, что важно для многих туристов, это две спальни с полноценной межкомнатной дверью. Отель Беладжио, также 4 звезды, также в Хургаде, но он находится уже в другом регионе. В другом регионе он у нас уже идет по дороге к Эльгуне. Он у нас идет по дороге к Эльгуне. Давайте так, вернусь, вижу, что кому-то не очень понятно. Смотрите, пожалуйста, вот есть Альбатрос Акваблю и Альбатрос Аквапарк, два отеля. Вот они у нас находятся на одной территории, все три отеля на карте можете посмотреть. И на Первой Береговой есть Бич Альбатрос Резорт. Там туристы наши пользуются только пляжем. Как Беладжио. По дороге к Эльгуне он у нас находится, поэтому в Эльгуну отсюда съездить еще быстрее, еще удобнее можно, например. И здесь какая особенность у отеля? В первую очередь обращаю ваше внимание на то, что по концепции он у нас работает. То есть все вот, опять же, вот эти вот вкусняшки, классная история он предоставляет. У отеля интересный пляж. Песчаный, первая береговая линия, пологий, хороший такой вход, кораллов нет. Очень классный этот отель для тех, кто любит водные виды спорта. Прям отдельно здесь вот прям специализируются они на этом. Бухта достаточно ветреная. Но при этом отель расположен таким образом, что корпуса и постройки, зону у бассейна от ветра будут защищать. Вообще вот по Беладжио очень часто их просят сравнить, да, Аквависта и Беладжио, куда лучше, кому лучше. Я все-таки Аквависту, конечно, больше, ну, мне кажется, больше подойдет, на мой взгляд, туристам с детьми, потому что более активный аквапарк, более такая обширная территория. Беладжио для всех остальных. Здесь очень прикольно вообще свое время проводят туристы. Отсюда приходят нам постоянно отчеты, пенные вечеринки, они здесь проводят веселые, очень хорошая, активная, взрослая анимация. Дети, кстати, тоже здесь очень довольны. Подогреваемые бассейны, да, во всех наших отелях есть. Вот, можете посмотреть, да, то есть здесь территория уже поменьше, поаккуратнее. И вот прямой выход на пляж здесь уже. Зато первая бреговая линия, в отличие от такой висты, здесь собственный большой пляж. Расположение корпусов, обратите внимание, да, где что находится. Бассейн и лагунка. И немножечко фотографий, как это все выглядит. Обратите внимание, также есть несколько детских горок, детский бассейн, пляж. Как раз-таки здесь можно видеть, да, насколько вот такой прям плавный, хороший заход в море. Песчаные лагуны. Ремонт очень свеженький. Замечательный тукан-клуб. И, кстати, вот кто, кому интересно, как выглядит этот бэйби-лаунж. Вот, смотрите, да, и стиральная машинка, и вон всякие там приспособления для бутылочек, для баночной детской питания, кстати, мы тоже предоставляем. Все это здесь есть. И наша замечательная, активнейшая взрослая детская анимация. Беладжио всегда как-то с большой любовью возвращается турист, и он какой-то очень такой отель с сердцем, так скажем, с душой. И, пожалуйста, посмотрите номера. Здесь уже большое количество различных категорий номеров. То есть здесь не только история, что это там стандарты фэмили, посмотрите, сколько их есть, например, даже делюкс-джакузи с джакузи непосредственно в номере. И номера, например, категории свима, где можно из номера попасть непосредственно сразу в бассейн. Опять же, повторюсь, свежий хороший ремонт, Wi-Fi, тапочки, халаты, чайные, вот эта вся кофейная история. Здесь все это есть. По Шарм-эль-Шейху, коллеги, не пугайтесь, мы пройдемся покороче. Там буквально несколько отелей, про которые я расскажу. Про курортную зону Шарм-эль-Шейх. Что хочется вам сказать самое главное? Вот если по Кургаде есть вопросы по поводу заходов в море, там каких-то особенностей пляжа, то Шарм-эль-Шейх это всегда однозначно смотреть не на отель, а на то, какой у отеля пляж. Потому что бухты есть разные. Есть, например, бухта Набгбэй, где огромные пирсы до километра. Есть отели с такими длинными пирсами. Есть бухты, где вообще нету, например, кораллов и там какой-то идеально плавный заход. Есть коралловые корки. А есть Набгбэй и отели, которые без пирса, например, длинного. То есть здесь всегда надо смотреть, где конкретно находится ваш отель. По основным курортным зонам вам скажу. Вот давайте мы с вами пойдем справа налево. И первая курортная зона – это курортная зона Набгбэй. Лично на мой вкус одна из самых любимых… Так, секундочку, слайд с анимацией, кто просил. На мой вкус одна из самых любимых мной лично в Шарме, потому что красота невероятная здесь открывается. Бухта, обратите внимание. Во-первых, подвержена отливам. В Шарме отливы более заметны, потому что здесь гораздо больше побережья с коралловой коркой. И когда вода уходит, коралловая корка обнажается. Поэтому объясняйте, что это такое своим туристам, чтобы не было такого. Вы знаете, вот иногда бывает, что вот очень грамотно турагент продал отель в Шарм-эль-Шейхе, и все туристы там ходят в полном восторге, а потом турист приходит на пляж и не понимает, что это, почему здесь вместо моря какой-то коралловый камень ждет меня на входе. Вот Набгбэй как раз-таки регион, где вот эту коралловую корку видно, и с отливом она обнажается. Это кому-то может показаться странно. А мне наоборот больше нравится, потому что зато вот вода уходит, можно посмотреть поближе на всяких ежиков. Тут же в этих кораллах можно посмотреть, вот в этой вот корочке живут рыбки, хирурги, например. И очень есть классно, что, например, спускаясь с длинных пирсов, можно дойти до конца пирса и там полноценно поплавать в открытом море. А можно, у некоторых отелей есть такие спуски в лагунки, которые вырублены в этом коралловом камне. И там, когда вода уходит, остается такое теплое мелководье и идеальный голубой красивый вид вот этой вот воды. Поэтому, да, я говорю про Набг. Опять же, доходя до конца пирса, если у вас отель, например, с длинным пирсом, красота невероятно открывается. То есть это вот волны, которые одна на другую очень красиво наслаиваются. И здесь, спускаясь в воду, можно посмотреть кораллы. Замечательные коралловые рифы в Набге есть. Но, опять же, зависит от конкретных отелей. Чуть позже про некоторые из них мы с вами поговорим. Ветреный регион. Зимой ветер будет, и ветер будет сильный. Для тех, кому это важно, тоже обращайте внимание. И часто бывает такое, что в зимний период даже закрывают выход на вот этот пирс, потому что могут быть сильные волны. Хотя, кстати, даже как-то летом при меня закрыли, потому что были сильные волны. Ну, регион один из самых ветреных, в принципе, в регионе Шарма. Но при этом увидеть такое стоит. Далее, популярнейший регион Шарксбей. Вот он идет у нас в следующем. Если посмотрите на слайд, то есть где у нас картинка с самолетиком, где находится аэропорт, там находится Шарксбей. Чем интересен Шарксбей? Во-первых, шикарные кораллы. Мне кажется, что более насыщенные, на мой вкус, чем в Напке. Замечательные отели. Здесь располагаются с... Здесь уже чаще можно встретить не пирс деревянный, а, например, понтон. То есть пластиковая вот эта вся история. И часть отелей в регионе... Напка... Ой, Напка, простите, Шарксбей имеют такую историю, что они как ступеньками спускаются к воде. То есть, в принципе, Шарм, он же такой более... Более такой непослушный, непесчаный регион, да, в отличие от Хурганы. Поэтому в Шарксбей надо смотреть аккуратно, чтобы не было такой истории, что вот у вас приехал турист, не знаю, с маленьким ребенком, и вот тяжело с коляской, например, спускаться там или как-то еще. Такие отели здесь есть. Но это тоже невероятная красота. То есть, если вы смотрите с самой высокой вот этой вот части отеля, просто невероятный вид открывается на море, на территорию, на пальмы, на... Ну, вот, в принципе, да, на всю вот эту вот красоту. Чем еще регион интересен? Здесь можно выйти из отеля и классно провести время. Здесь находится Сохо-стрит знаменитая. Туда идем и покупаем вещи, сидим в ресторанчике. Все ждут, когда, наконец-то, вернут кальяны. Раньше можно было посидеть и классно покурить кальян, но вот в связи с коронавирусом Египет кальян запретил. Все никак не разрешит обратно. Все, ждем. Ну, такое место, где шоу, там есть, по-моему, поющий фонтан, там периодически какие-то артисты выступают. Классно туда просто сходить прогуляться. И чем еще интересен Шарксбей? Есть отели, которые находятся прям максимально близко к аэропорту, то есть прям 5 минут от аэропорта и вы в отеле. И вы сидите, например, на балконе в баре или со своего номера. Если он развернут в сторону аэропорта, можно смотреть, как садятся и взлетают самолеты. Очень симпатично. По поводу шумит-не шумит, звук слышно, но не критично. Вот как раз-таки в этой зоне, да, вот самая вот эта вот в левой стороне от Напка, вот как раз-таки регион Шарксбей, это вот регионы, которые ближе всего к аэропорту, то там самолеты можно будет услышать, увидеть, смотря вот кого это смущает, не смущает. Но, по-моему, это вот мне понравилось зрелище. То есть сидишь на закате, подтягиваешь коктейльчик, смотришь, как взлетают самолеты на фоне гор, на фоне заката. Дальше идет несколько регионов, которые, если честно, ну, не хочется их разбивать. Я про них всегда вот говорю как о чем-то одном, да. Это такой хороший регион для любителей кораллов. То есть здесь у нас несколько, да, тут идет, например, Шарм-эль-Мая, Монтаза. И во все эти регионы отправляют туристов, можете быть уверены, что кораллы они у вас увидят точно. От отеля к отелю здесь курортная линия может различаться. Где-то есть пирс, где-то коралловая корка, где-то коралловая корка, но она прорублена. Раньше, то есть Египет относился, знаете, более безалаберно к вот истории с береганием кораллов. И отели просто-напросто в наглую вырубали вот эти вот части этих коралловых корок, делали себе такие плавные песчаные заходы, потом все это дело запретили. Но кто-то из таких отелей старейших вот все еще эту историю бережет. Сюда едем, купаемся, смотрим на рыб. Опять же, здесь есть история с такой более гористой местностью. А есть отели, которые стоят ниже. То есть, знаете, здесь вот в Шарме сложнее, конечно, рассматривать регионы, чем в Хургане, потому что здесь даже в пределах одного региона, в пределах одного напка есть и такой заход, и такой заход, и километровый пирс, и вообще отель без пирса, например. Поэтому этот регион вот до бухты Наама-бэй и чуть дальше до поворота на Старый город мы просто считаем как таким хорошим местом для любителей кораллов. Наама-бэй популярнейшее, опять же, место. Едут сюда тусить. Это самая большая точка притяжения в Шарме. Сюда приезжают тусовщики, сюда приезжают туристы активные. И место не стихает вообще до утра, учитывая, что Египет и так больше любит ночью жить, чем днем. Здесь всегда шумно, здесь всегда активно. Здесь самые крутые рестораны, бары, клубы. Тот же самый вот Little Booth здесь, например, находятся. Многие-многие другие. Поэтому спокойным, тихим туристам мы эту зону не рекомендуем. Но чем интересна Наама-бэй, это история с плавным заходом в море, например. При этом кораллы все равно можно посмотреть. Они не будут какие-то самые сносящие крышу, невероятные. Но, тем не менее, какие-то рыбки небольшие, коральчики здесь местами имеются. Бухта, она достаточно компактная. Ее, в принципе, можно пешком пройти. И поэтому можно найти себе комфортный заход, где захочется туристу. То есть, понятно, что лежак там и так далее у него будет на своем пляже. А, например, заход он может найти более плавный. Однозначно сюда все равно отправляем молодежь. Даже туристы, которые приезжают в Шарм-эль-Шейх просто куда-то на другую часть побережья, стоит сюда съездить вечерком, просто потусить, пошопиться, сходить в какой-нибудь интересный рыбный ресторан, благо их множество, и просто-напросто погулять. Молодежь сюда едет вся точно. Вообще, Шарм, чем отличается от Хургада? Это же молодой регион, и регион чисто туристический. То есть, здесь уже так активно местные не живут. Но, если все-таки турист хочет немножечко что-то вот такого вот местного туристического почувствовать, однозначно советуем ему вот так называемый регион Старый Город. Самая-самая правая часть, самая-самая левая, простите, часть нашего слайда можете увидеть. То есть, тут этот большой залив и голубенькая территория вокруг него. Здесь, во-первых, можно найти отели также с плавным заходом в море. При этом до кораллов будет все равно сравнительно недалеко. Немножко, грубо говоря, вправо-влево отплыл, и коралл увидел. Здесь отели с небольшими компактными пирсами, либо без пирсов вообще, с хорошим песчаным заходом в море. Здесь из отелей можно выйти. Здесь из отелей можно выйти и хорошенько погулять. Здесь так называемый Старый Город. Вот видите на слайде мечеть. Недавние буквально постройки, она несколько лет ей. Очень симпатично вживую все это выглядит. Тут же такая какая-то вот искусственная у них гора с водопадом. Тут же рестораны, кафе, магазины уже такие более современные. То есть уже как и колорит Восточного базара, конечно, здесь можно найти, так и более современные магазины. Сюда очень активно приезжает и местная молодежь, например. И здесь вот так же недалеко поворачивая от этой мечети, просто настоящий рыбный рай. Куча-куча ресторанов, которые подают местную кухню, рыбную кухню. Всю эту рыбу можно предварительно выбрать, потрогать. И при вас это все приготовят. Даже если у вас шикарный отель с питанием, все включено, все равно советую в египетский настоящий хороший рыбный ресторан сходить. Туристам рекомендую лично, например, вот очень люблю бывать в сети Парес. Здесь на слайде есть название, на одной из правых картинок можете увидеть. Там всегда очень вкусно, особенно туристы ценят суп. Там очень шикарный суп из морепродуктов, он так и называется, суп из морепродуктов. Посоветуйте туристам туда сходить. Вот какие-то буквально копейки они отдадут за ужин, но впечатлений останется у них множество, потому что ни один а-ля карт морской, ну, кроме, наверное, самых каких-то VIP-отелей, не сравнится с тем, что можно там попробовать. И первый отель, мы с вами, который рассматриваем, это, опять же, наша любимая цепочка Sunrise, Sunrise Arabian Beach Grand Select. Находится в регионе бухты Шарксбэй. И это та история, помните, как я вам говорила, про ступенчатые отели, то есть которые идут вот наверху, находится основное здание, часть корпусов, бассейны, и дальше лестницы, или там есть плавный спуск, ходят машинки по территории, там, если вдруг кто-то думает, что будет тяжело ходить. Дальше ступеньками отель постепенно спускается к морю. Невероятная красота. Я всегда советую брать номера здесь именно, например, наверху, потому что из них открываться будет просто нереальный вид на море. Это вот красота, особенно вот когда встает солнце, с той стороны красота, которую вот прям стоит увидеть. Но для туристов, которые тяжело перемещаются, этот регион не очень я советую, потому что все равно есть лестницы, есть спуски и так далее. Но они прикольно как бы выпутались из этой ситуации. То есть у них, например, посмотрите вот на нижнюю левую фотографию, видите, горки с одного уровня на другой, можно спуститься, например, на водных горках. Про этот отель. Опять же, сильно долго не хочу останавливаться, потому что все в нем хорошо. Это такие уверенные пять звезд. Здесь замечательные номера свежие. Здесь абсолютно шикарное питание. Здесь хорошая территория. Все такое вот свеженькое, чистое, красивое. Всякие бассейны с подогревом. Wi-Fi сигнал, кстати, абсолютно замечательно ловят по территории. Прекрасный пляж. Плавного захода в море у них нету. Коралловая корочка, но она небольшая. И есть небольшой понтон, спускаясь с которого туристы попадают в невероятную красоту и смогут насладиться как раз-таки всей красотой морского мира. Так, коллеги, простите секундочку. Буквально вас покину. Буквально вас покину. Коллеги, простите, немножечко не рассчитала по времени. Хотят нас уже потихонечку выгонять. Меня слышно? Скажите, пожалуйста, напишите, пожалуйста, в чат. Ура. Замечательно. Я сейчас буквально пропаду еще на секундочку. Я нас сейчас перемещу в другое пространство. Буквально 10 минут осталось для того, чтобы вам про все дорассказать. Минутку. Продолжение следует. Ой, друзья, все, я вернулась. Слышно ли меня? Скажите, пожалуйста. Все, простите, пожалуйста, немножко, да, у нас произошла техническая неполадка, назовем ее так. Итак, что сказать еще, да, про этот отель. Здесь на пляже, насколько я помню, остановилась. Плавного захода в воду нету, но с понтона открывается нереально красивый вид на коралл. Классный живой коралл, много рыбок. На себе проверено. Лично здесь проживали. Что еще в Sunrise Arabian хорошо, это концепция Grand Select. Вот если посмотрите, здесь по этой концепции питание, ультра все включено, и алкогольные напитки предоставляются 24 часа. И это, опять же, не импортное производство, это будет премиум бренды местного производства. Но, опять же, на себе проверяли, голова на утре ни у кого не болела. Хороший, качественный отель. Сюда смело отправляем все категории туристов без каких-либо исключений. Ну, за исключением, может быть, тех, кто не очень любит активно перемещаться, да, по территории, с которой такая вот ступеньками идет. Но во всем остальном, ни разу за вот всю историю работы с этим отелем каких-то плохих отзывов мы по нему не слышали. Всегда отсюда возвращаются туристы очень-очень довольные. Аквапарка нет. У него нету. Есть вот эти небольшие горки, которые на территории, и небольшой детский такой вот мини-зона с горочками, так скажем. Да, детская площадка и водные горки маленькие. Для взрослых туристов только эти две горки. Риксис Шарм-эль-Шейх. Еще один мой любимчик в плане, вот, наверное, всех Риксисов, которые есть в Египте. Это мой самый любимчик. Объясню, почему. Потому что здесь очень классно для молодежи. Делали мы даже как-то туристический большой выезд сюда. Может быть, кто-то из коллег с нами был. Здесь просто невероятные тусовки. И самое главное, что в этом отеле всегда есть, за что мы его будем продавать, это невероятная активная анимация для молодежи. Неоновые пати, диджеи на закате играют, различные активные анимационные мероприятия. Все это здесь проводится. Огромнейшее расписание различных анимационных программ у них. И все это, то есть туристам практически некогда отдыхать. Вот как у них начинается дневная программа анимации с каких-то там активных вещей. Потом все плавно перетекают в закат, провожают шампански на закате с диджеем. Затем все перемещаются в ночной клуб, на вечернюю анимацию и так далее. Чем этот отель также интересен? Есть рядышком с ним, буквально в двух отелях от него, Rixos Premium Seagate. Между отелями есть транспортная система, так скажем, ходят машинки. Либо пешочком, если идти от отеля в отель, это примерно 15 минут вдоль берега моря. Как раз таки через территории двух других отелей. И пользоваться всей территорией, инфраструктурой эти отели могут смело, без каких-либо ограничений. Но единственное, что важно для туристов, которые семейные, Rixos Charm закрыт. Потому что это отель 16+. Семейные туристы едут в Rixos Seagate у нас отдыхать, например. И прийти в Rixos Charm-эль-Шейх они могут, конечно же, но предварительно, например, ребенка оставив по мини-клубе. Но для молодежи здесь тусовки просто невероятные, повторюсь. И поэтому на территорию Seagate, если вдруг захочется тишины и спокойствия, они могут сходить и там уже отдохнуть. Питание. Ультра все включено. 24 часа. Некоторые напитки импортного производства здесь есть. И вот если мы говорим как раз таки Seagate, тоже посмотрите. Здесь напитки также импортного производства присутствуют. Территории у обоих отелей достаточно большие, обширные, очень классные номера. И еще одна интересная особенность. Вот если говорим про Rixos, да, у нас мы помним, что мы можем пользоваться территориями обоих отелей. Это в принципе. Но вот Rixos Premium Seagate – это отель с одним из самых длинных пирсов, которые есть в Напке. Вот как раз таки та история, которая может некоторых туристов, например, напугать. Но для самых ленивых, для тех, кто не хочет ходить и что-то еще, по территории, точнее, по всей длине пирса ходит машинка. То есть даже настолько вот это, да, вот настолько концепция Rixos замечательная, настолько они своих туристов любят, ценят и оберегают, что даже не заставляют их ходить пешком даже вот по этому пирсу. Если пешочком идти по пирсу, ну, минут, наверное, 10, это вся история занимает. Но идти интересно, потому что внизу, повторюсь, всякие ежики какие-то вот морские, рыбки снуют и так далее. Также на второй территории от Rixos Premium Seagate находится замечательный огромный аквапарк. Там также есть несколько корпусов и горки. Оба отеля могут всем этим чудом пользоваться. Здесь аквапарк, он прям, знаете, такой профессиональный. То есть здесь горки уже не просто вот сел и съехал, а здесь вот они какие-то вот с разными кругами, без кругов, с какими-то вот бочками, с какими-то вот воронками невероятными. Очень интересно. Поэтому Seagate будет однозначно очень классный вариант для туристов с детьми. А тусить уже мы пойдем в Rixos Charm. Находится в районе Напка, у отеля. Хорошая развитая инфраструктура есть на выходе из отеля. Поэтому здесь прогуляться, закупиться всем необходимым можно также будет смело. Роял Альбатрос Модерна. Вот опять же, возвращаясь к любимым моим отелям. Один из моих любимчиков в Альбатрос цепочке. Опять же, отдыхала здесь сама. Приезжала несколько раз инспектировать. Каждый раз просто вот влюбляюсь в этот отель все больше и больше. Это район Напка. Опять же, вот история не для каждого туриста. Длинный пирс. Длинный пирс. Здесь уже туристы ножками сами ходят по этому пирсу. Но с пирса открывается, во-первых, невероятная красота. То есть здесь такой район Напка, где будет хорошая еще такая красивая волна на окончании этого пирса. Можно это все увидеть. Здесь хороший живой коралл есть, когда спускаемся в воду с конца пирса, например. И широченный отличный пляж, где все туристы размещаются. Территория отеля достаточно большая, но при этом нигде не чувствуется никогда столпотворение. Отель номинально можно поделить на две зоны. Есть первая береговая линия и есть вторая береговая линия, которая на самом деле находится не через какую-то проезжую часть и так далее, а просто через основное здание. То есть у них, как бы сказать, основное здание делит отель на две части. Я больше люблю вторую береговую, скажем так, потому что она тихая. Это так называемая тихая зона. Здесь не проводится анимация. Здесь есть замечательный бассейн. Вот как раз-таки его вы видите на верхней фотографии. И все это дело, во-первых, окружается корпусами, поэтому не чувствуется ветра. А во-вторых, советую здесь всегда бронировать первый этаж. И выходя из номера, туристы буквально проходят несколько метров и можно прям прыгать в этот бассейн. Ну, то есть практически свимап, но за совсем другие деньги. На первой так называемой береговой линии как раз-таки находится вся основная инфраструктура. Здесь уже активная анимация. Анимация в отеле очень активная для детей и для взрослых она есть. И как раз-таки посередине между этими зонами есть ресторан. Шикарное питание. Вот та самая история, когда, вы знаете, я смотрела на одних супов, наверное, видов 7. То есть здесь история такая, что 4 или 5 у них ресторанов на обед, например, открывается, и вы можете из одного ресторана попадать просто в другой. Они все немножечко различаются тематически. Ну, то есть там итальянский уголок, местная, там еще-еще-еще какая-то кухня. Вы берете тарелку и просто идете вот в невероятное путешествие по вот этому миру кулинарии, то есть голодным здесь остаться просто невозможно. Все готовится очень вкусно. Тут же вот во время обеда пекут какие-то пончики. Там, ну, само собой мороженое, сладкую вату какую-то раздают, попкорн. Все вот это вот есть в отеле, и все очень классного, хорошего качества. Также аквапарк, обращаю ваше внимание, он находится прямо на заезде в отель. Хороший аквапарк для детей, для взрослых. Скучно не будет никому. Тепленький, хороший. Есть горка, где можно вот сплавляться, так скажем, на надувных кругах. Есть горки, на которых едем сами по себе, но при этом, опять же, горочки такие ровненькие, без каких-то порванных купальников здесь также туристы обходятся. Wi-Fi-сигнал по территории также достаточно хороший. В номерах как повезет, смотря где будут ваши туристы располагаться. Для детей захода с берега, к сожалению, нет, но здесь как раз-таки история, что с этого пирса можно спуститься, не доходя до конца, можно спуститься в лагунки. Лагунки здесь, кстати, абсолютно замечательные. Достаточно просторное пространство там вырублено, так скажем, вот в этой коралловой корке. Очень красивого цвета вода, очень мягкий песочек, и там достаточно места для того, чтобы уместить всех туристов. Дети в основном в море купаются там, а взрослые уже доходят до конца пирса. Причем вот даже во время отлива, отлив здесь будет заметен, как и во всем Напке, но вот эти лагунки, они остаются наполненные, и очень с такой хорошо прогретой водичкой зимой даже там как будто бы теплее купаться. Еще один отель с концепцией фэмили у нас располагается в Шарм-эль-Шейхе. Это наш прекрасный фан-эн-сан-фэмили Альбатрос Пэллес, пятизвездочный отель, который находится на первой береговой линии. И опять же, это история двух отелей рядом. То есть есть Альбатрос Пэллес Шарм, и есть наш фан-эн-сан-фэмили Альбатрос Пэллес. У них общая территория, но опять же, вот кушают, да, каждый у себя, и наш ресторан на самом деле даже лучше. Вот лично, опять же, там пробовали все, что есть. Говорят по отзывам, что вот в Альбатрос Пэллес питание похуже. Кому рекомендую однозначно этот отель. Активным туристам здесь будет здорово, потому что в отеле очень активная анимация. То есть наши туристы и туристы Альбатроса, они пользуются всем абсолютно вот, да, вот поровну анимация будет классная. А еще у наших туристов есть своя отдельная анимация, да, то есть тут как раз-таки история с пенными вечеринками, с тукан-клубом. Здесь будет очень здорово всем веселиться. Что сказать про пляж? Я думаю, что слова излишни, видите сами, да, на фотографии. Песчано-коралловый, первая береговая линия и понтончик есть, около 100 метров, он с понтона спускаясь, можно рыбу посмотреть, рыбы здесь будут хорошие. У нас отдельная зона, то есть, опять же, так как два отеля фактически делят одну территорию, наших туристов отдельная зона на пляже, также шикарная, хорошая, просторная, но пускай туда только наших туристов и только у них есть доступ к Wi-Fi сигналу. Также рядом с пляжем есть снэк-бар, бар, все необходимое для того, чтобы туристы комфортно отдыхали. Опять же, по нашей концепции фэмили, напоминаю, халат и тапочки в номерах, Wi-Fi в номерах, косметика в номерах, чайно-кофейный набор в номерах, все это мы тоже предоставляем. Как раз-таки есть небольшая карта, то есть можете посмотреть, как два отеля между собой переплетены, так скажем. Здесь вот можете просто сделать скрин этой карты, она хорошая, туристам тоже там, может быть, при консультировании пригодится. То есть видно, как какие-то наши корпуса, наши какие-то зоны, и тут же зоны и Альбатрос Пелоса, то есть они не воюют между собой, нет каких-то четко отделенных зон, кроме, например, вот этой зоны на пляже, которая у нас своя и, на мой взгляд, более комфортная. Вот, пожалуйста, немножечко фотографий, как выглядит наш красавчик. Кстати, обращаю ваше внимание, хороший аквапарк, видите, интересно, есть горки для взрослых, и небольшой аквапарк, хороший тоже для детишек. Все-таки категория фэмили, все равно стараемся сюда более акцентировать внимание туристов семейных. И, кстати, прикольная очень зона, у них релакс-зона 18+, она прям на пляже, в таком традиционном египетском стиле, классно там расслабляться, там же бар. И она находится в таком немножко удалении от основного такого вот пляжа, и там тишина, то есть там вот, правда, реально не слышно там ни детей, ни какой-то шумной анимации. Здорово выглядит. Вот она, суперактивная анимация. Видите, и пенные вечеринки, и шарики в бассейне, уроки танцев, акваэробика, анимация различная. Все это у нас есть. Вот, опять же, baby lounge, стиральная машинка, все необходимые штуки для детей, мини-диско с туканом. И вот, опять же, живые фотографии. То есть это все вот с последних там буквально пары лет фотографии наших туристов, которые здесь отдыхали. Анимация для двух отелей, да, общая, но у нас, например, есть какие-то свои развлечения, там, например, в тукан клуб, кроме наших туристов никто не может пойти. Вот, а так нет, мы делаем просто в своей какой-то зоне, там, например, там бассейн X, там у нас пенная вечеринка, если вдруг, конечно, турист из альбатроса захочет прийти, мы его выгонять не будем, вот, но больше туда акцентируются именно наши туристы. Там все прикольно, очень переплетено в этих отелях, то есть никто себя каким-то обделенным ни в коем случае чувствовать не будет. Обратите внимание, да, номера тоже такие светлые, просторные, чистенькие, свеженькие, тоже под себя мы это все обновляли под свою концепцию. И что важно, family с полноценной межкомнатной дверью. И буквально последний отель, про который я вам расскажу сегодня, это наш замечательный отель концепции Fonsun Active. Кому рекомендуем? Парам и компаниям. Центр курорта, активный отдых, вечерние шоу и так далее. Это наш замечательный Fonsun Active Nama Waves, который также у нас в Шарм-эль-Шейхе расположен. Опять же, коротко, буквально о фишках, потому что и так мы сегодня с вами так хорошо проводим время вместе, заговорились. Значит, что интересно для молодежи, для активных туристов? Это, опять же, что самое главное для тех, кто едет тусить? Алкоголь 24 часа в сутки, но местного производства. Здесь также присутствует наша славянская кухня. На удивление, кстати, в Active приезжают очень активно туристы с детьми. Я, когда посещаю этот отель, всегда удивляюсь, что там туристы с детьми есть. Но я на свой вкус не очень рекомендую туда отправлять туристов с маленькими детишками. То есть, знаешь, с подростками, знаете, с детей такого старшего школьного возраста будет наоборот прикольно, потому что все эти тусовки, может быть, им наоборот будут даже более интересны, чем некоторым взрослым. Но с маленькими детьми может быть шумновато. Плюс молодежь, она же шумит не только во время разрешенное время, могут шуметь и там попозже. Хотя стараются это все здесь регламентированно, как бы держат под контролем. Но все равно с маленькими детьми не рекомендуют этот отель. Замечательная спортивная анимация тут есть. Также даже есть специальная зона для фитнеса, различных занятий, йога, танцами занимаются и так далее. Wi-Fi, что важно, на всей территории и в номерах. Халат и тапочки для взрослых в номере, набор чайно-кофейный в номере. Самое вкусное, конечно, что здесь для молодежи, это классные вечеринки. Кстати, бесплатный вход в популярные ночные клубы-курорты у нас предоставляются нашим туристам. И поэтому вместе с нашей веселой анимационной командой туристы могут сходить в Little Buddha. Буквально он находится недалеко от нашего отеля. Могут сходить туда и классно там потусить. Вот, у них бесплатный вход и один алкогольный напиток. Далее уже там за свои деньги, если они хотят тусить. Что интересного про этот отель вам рассказать? Ну, если мы говорим про то, что он молодежный, если мы говорим про то, что он такой вот весь активный для активных, это, конечно же, расположение практически в самом центре Наама-бэй. Он не на первой береговой линии, что важно. Он находится на возвышении над Наама-бэй. Вот кто представляет себе Наама-бэй, она находится в низинке. Это такая бухта с пляжем, с таким комфортным. А над ней вот возвышается, как скажем, гора. И вот как раз-таки на ней находится наш Fun and Sun Наама-бэйвс. Пешком до пляжа, причем несложно ходить на самом деле. Шаттл есть несколько раз в день по графику, но, как правило, туристы ходят пешочком. Буквально минут 15. Опять же, частый вопрос, что если отель находится на такой возвышенности, там, наверное, ну, как вы знаете, ну, этажей, наверное, 5 вниз по нашим меркам. Частый вопрос, ой, как же так пешком, вот как это по жаре, по лестницам. Есть лифт. В общем, когда туристы у нас попадают на вот эту возвышенность, они могут спуститься, подняться на нормальном, комфортном, вполне себе европейского вида лифте. Поэтому проблем нет. И все, и туристы спускаются на этом лифте, и они попадают уже в саму Наама-бэй. Все. Магазины, клубы, шоппинг, рестораны, все, что угодно, через вот эту активную зону они проходят еще буквально там несколько минут и оказываются на пляже. У нас на слайде указано, что два собственных песчаных пляжа. Ну, по факту это один большой пляж. На каждом пляже есть снэк-бар, есть бар и обязательно Wi-Fi сигнал. Так, давайте я вам лучше, да, вот покажу немножечко на фото. Опять же, большой плюс этого отеля в зимний период, посмотрите, как располагаются номера, они закрывают собой территорию отеля, поэтому там можно будет загорать, купаться, плавать без каких-либо проблем. Как видите, есть несколько горочек и бассейн с болнами даже здесь присутствует. Просто такая у нас аккуратненькая закрытая территория, при этом все необходимое здесь есть. Посмотрите, как выглядит. Вот у нас есть главный ресторан, два аля карта, пляж. На пляже здесь у нас песчаный заход в море. Кстати, на пляже анимацию тоже мы проводим. Вот, пожалуйста, дискотека Little Buddha, куда ходят наши туристы. Это реально практически пешком, просто вот спускаясь вниз саму на аму. Территория, тренажерный зал, несколько водных горочек, вечерние шоу обязательно мы нашим туристам показываем. И вот она наша мега активная супер анимация. То есть, ну, отель реально прямо вот не смолкает с утра до вечера. И категория номеров. Стандарт и номер Family большой, две спальни с межкомнатной дверью. Для тех, кто приезжает либо большими компаниями, либо все-таки приезжают туристы с детьми сюда, будет очень комфортно. Как видите, опять же, в наших таких традиционных, сдержанных, красивых цветах номера свеженькие, чистенькие, с замечательным сигналом Wi-Fi, что самое главное для многих туристов. Ой, наконец-то, коллеги, так с вами было хорошо, что растянулся наш вебинар повременно, но, тем не менее, спасибо тем, кто дослушал до конца. Спасибо вам за ваше внимание, за то, что поприсутствовали. Давайте проведем нашу традиционную викторину, разыграем сегодня нашу сувенирную продукцию. И вопрос у меня будет, знаете, ну, на самом деле, скорее на скорость, чем на внимательность. Не хочется вас еще больше мучить. Итак, приз сегодня получит тот, кто первый ответит на вопрос. Какова высота пирамиды Хеопса? Так, затихли. Видимо, побежали гуглить. Вообще, кстати, вот я не первый раз задаю этот вопрос. Обычно прям люди очень быстро отвечают. Так, сейчас, секундочку, я немножечко отмотаю слайд, посмотрю. Посмотрю, кто был первый. 137 метров на самом деле. Вот нам прям об этом очень точно рассказывали. У нас я, насколько вижу, поправьте меня, если я не права, нет правильного ответа. Но первый человек, который ответил ближе всех, у нас была Мария Федорова. Мария, пожалуйста, пишите нам на почту, которая указана на слайде event.marketing.fstravel.com. Поздравляем вас с победой. Всем остальным желаем удачи в наших дальнейших розыгрышах. Приходите на наш онлайн-запуск сезона, который в пендельник состоится. Будем рады с вами там еще раз пообщаться. Спасибо вам огромное за внимание. Всего вам, коллеги, хорошего, удачных продаж.